МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфиры Лубытнанского телевидения продолжают выпуск новостей. Программа «Время местное». В студии работает Карина Щербакова. Вначале коротко о сегодняшних темах. Две тысячи доз. На Ямал доставили новую партию вакцины против коронавируса. Безопасность избирателей в приоритете. Лубытнанский избирком проверяет готовность участков для голосования к сентябрьским выборам. Уютный Ямал. Лубытнанцы и харповчане презентуют свои проекты инициативного бюджетирования. Так решили жители. В микрорайоне Обска строят новое футбольное поле и игровой комплекс. Твой ход – пешеход. Госавтоинспекторы проводят для школьников практические уроки по правилам дорожного движения. Накануне на Ямал поступила новая партия вакцины против коронавируса. В регион доставили 780 комплектов доз препарата Кови-Вак и 1200 доз Гам-Ковид-Вак «Спутник Ви». На окружном складе вакцину распределят и направят в медицинские учреждения округа с соблюдением особого режима транспортировки. Напомню, в округе оборудовано 75 пунктов вакцинации. В том числе 5 пунктов работает в городе Лабытнанге. Еще один – в поселке Харп. Для того, чтобы не допустить распространения заболевания, необходимо создать коллективный иммунитет. Жители нашего региона, переживая не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих, проявляют осознанный выбор и вакцинируются. На сегодняшний день около 127 тысяч ямальцев привились первым компонентом вакцины. Почти 95 тысяч из них полностью завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента. Все виды вакцины безопасны и эффективны, прокомментировала главный внештатный эпидемиолог окружного департамента здравоохранения Людмила Волова. Напомню, пройти вакцинацию могут граждане старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. После процедуры также важно следовать мерам профилактики, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и проветривать помещение. Контактные данные прививочных пунктов размещены на сайте yamalprivit.rf. Сегодня состоялась рабочая встреча председателя территориальной избирательной комиссии Татьяны Цитович и директора 8-й школы Эльмира Шафакудинова. В этом образовательном учреждении базируются сразу три избирательных участка. На них, как и на каждом городе, необходимо строго выполнить рекомендации распотребнадзора, обеспечить пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность, оборудовать помещения для голосования всем необходимым. Продолжение темы. Сюжет Анастасии Шаховцовой. До предстоящих выборов осталось два месяца. В руках у председателя территориального избиркома схемы избирательных участков. Необходимо понять, по какой траектории будут проходить избиратели до участков и обратно, где будут расположены места со средствами индивидуальной защиты и термометрии. В связи со сложной эпид-ситуацией избирателям, как и в прошлом году, необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и другие меры личной безопасности. Также мы будем выделять этот ход этими ограждениями? Да. Все так же. Ограждения, ленты. То есть вы готовитесь полностью, как положено. Одно из нововведений – это установка металлических шкафов и сейфов для бюллетеней с круглосуточным видеонаблюдением и сигнализацией. Важно понять, где и как их установить, ведь доступ к ним должен быть ограничен. У нас появился ряд новых требований. И, конечно, мы уже заранее должны с руководителями учреждений отработать такие требования к организации помещений, чтобы мы, не нарушая, например, образовательный процесс учреждения, смогли организовать свой процесс избирательный. Как вы знаете, у нас на базе нашей школы располагаются три участковые избирательные комиссии. Все помещения готовы. Какие-то недочеты, какие-то вопросы будут решены в ближайшее время. Поэтому проблем нет. Я думаю, все пройдет успешно. Выборы депутатов Государственной Думы, а в случае непосредственно города Лабытнанги, еще и депутатов Тюменской областной думы будут проходить три дня – с 17 по 19 сентября. Это позволит избежать большого скопления людей, что очень важно в условиях пандемии коронавируса. Всю необходимую информацию о голосовании можно узнать на сайте окружной избирательной комиссии, а также в прямом эфире Лабытнанского избиркома. Следующий раз он состоится 17 июля в 14.00 в социальной сети ВКонтакте на официальной странице ТИКа. Анастасия Шиховцова, Сергей Антропов, программа «Время местное». В городе Лабытнанги и поселке Харп приступили к защите проектов инициативного бюджетирования. Активные жители приходили со своими идеями в офисы уютного Ямала, специалисты которых помогали с доработкой и оформлением необходимых документов. Теперь на общих собраниях лабытнанцы и харповчане должны принять решение, на реализацию каких именно идей можно выделить средства из бюджета. «Двор добрых детям» – так называется один из представленных сегодня проектов. С его автором пообщалась Алимира Новоселова. Ржавые турники, заросшие качели, накренившиеся карусели. Игровому комплексу 51-го дома по улице Гиршгорна 14 лет. Маме двоих малышей Татьяне Вилесовой хочется, чтобы ее мальчишки гуляли у дома в безопасности. В закрытом дворе без сквозного проезда изначально для этого созданы условия, но парковочных мест недостаточно. Владельцы машин вынуждены оставлять автомобили на детской площадке. Ее и нужно сократить вдвое, при этом сделать более современной и функциональной. Это позволит создать дополнительные машины места. Так решили сами жильцы. Тут расположится горка, небольшая конструкция для скалолазания, песочница новая, качель, интерактивный уголочек. А вторую часть проекта, которую мы заявляем уже на инициативное бюджетирование, это будет укладка резинового покрытия и установка ограждений. Это будет реализовано в следующем году. На общую задумку требуется порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей. Татьяна верит в свои силы, так как успешный опыт участия в конкурсе уже имеется. В августе во дворе появится новый игровой комплекс за счет гранта, который соседи выиграли этой весной в конкурсе Лабытнанги «Город добрых дел». Но это лишь половина денег. Чтобы воплотить все задуманное, Татьяна презентует сегодня свой проект. В сентябре начнется голосование, будет на ресурсе «Живем на севере» электронное. И 17, 18, 19 числа будет очное голосование на счетных участках, рентинговое. И по факту те проекты, которые наберут максимальное количество голосов, они, собственно, пойдут на финансирование на 2022 год. И на этом активные соседи останавливаться не собираются. Совершенствовать свой двор планируют и дальше. Их примеру могут последовать все жители, обсуждая идеи и действуя сообща. Альмира Новоселова, Евгений Садыков, программа «Время местное». Представленные сегодня проекты инициативного бюджетирования предстоит воплощать в жизнь только в следующем году. А вот благоустройство этого года в самом разгаре. В микрорайоне Овском работы ведутся сразу на двух новых объектах. Скоро там появится футбольное поле и детский игровой комплекс. Площадки строит индивидуальный предприниматель Роман Аскаров. И общество с ограниченной ответственностью «Северстройинвестпроект». Подробности в следующем сюжете. За четыре месяца две площадки «Спортивная» и «Игровая» будут сданы под ключ. По крайней мере, так утверждают подрядчики. Слово свое намерено сдержать. Работы ведут активными темпами. Засыпали щебнем подготовленную территорию. Теперь собирают и устанавливают оборудование игрового комплекса. В ближайшие дни мастера установят бордюрный камень. Затем приступят к укладке газонного покрытия. Это замечательно. Будет где поиграть с ребенком, побегать, попрыгать ему. Больше места, куда дети могут пойти погулять. У нас все красиво. Нам строят красивую площадку. У нас все отлично. И ты будешь ходить на эту новую площадку? Да. И на старую тоже. Мы недавно приехали. Здесь квартиру купили. Здесь нам нравится. Надеемся, что в будущем будет еще лучше. Очень хорошо. Думаю, еще будет лучше. Территорию, которую необходимо благоустроить, жители микрорайона Пской выбрали сами. Голосуя на портале «Живем на севере». Не исполнить наказы горожан мы не имеем права, говорит глава Марина Трескова. Комплексное благоустройство, затронетые фасады домов и снос тех свайных полей, которые веками там у нас были, и благоустройством тротуаров, и дополнительным освещением. То есть это то, что сделает город не только красивым, но и безопасным. Города меняются для нас не просто красивый баннер на одном из домов. Это руководство к реальным действиям. Но что касается площадок в районе улиц Орлова и Революции, то все работы, согласно паспорту объектов, будут завершены уже в августе. Ирина Волокитина, Евгений Садыков, программа «Время местное». Собский рыбоводный завод продолжает пополнять ямальские реки ценными видами рыб. Накануне специалисты предприятия выпустили в ОПП партию Муксуна. Свободное плавание отправились 854 200 мальков. Каждый примерно полтора грамма весом. До выпуска в реку рыба прошла цикл развития на Собском рыбоводном заводе. От оплодотворения инкубации икры на протяжении шести месяцев до превращения ее в мальков. День выпуска молоди Муксуна в открытый водоем – один из самых важных в процессе зарубления. Рыбоводы тщательно измеряют температуру воды и воздуха, фиксируют вес мальков. От этих факторов зависит, насколько быстро новые обитатели приживутся в водоеме. Сначала местом жительства Муксуна станет река Обь. И уже оттуда мальки разойдутся по соровой системе для нагула. А с наступлением ледостава отправятся на зимовку в Обскую губу. Напомним, рыбоводный сезон предприятие открыло в начале июня. В рамках компенсационных мероприятий в реку Обь было выпущено свыше 755 тысяч штук молоди чира. С июля завод приступил к выпускам Муксуна. Всего в реке Обь и Тас в этом году планируется отправить более 13 миллионов мальков этой ценной промысловой рыбы, что на 700 тысяч превысит показатель прошлого года. Лабытнанские дети стали участниками всероссийского социального проекта «Твой ход – пешеход». Профилактическая акция направлена на изучение правил дорожного движения. Основной упор сотрудники полиции делают на юных велосипедистов. С начала лета дорожные инспекторы уже пресекли без малого сотню нарушений ПДД водителями двухколесного транспорта. Урок безопасности сегодня посетила и наша съемочная группа. Репортаж Светланы Кель. Сегодня велосипед или самокат есть у каждого второго ребенка. Ездить на них научились все. Только не все дети освоили азбуку дорожного движения. Велосипед – не игрушка, это транспортное средство. В неумелых руках, да еще и на дороге двухколесная машина является источником повышенной опасности. Пешеходный переход является безопасной зоной, но для пешеходов. А для велосипедистов существует такое понятие, как велосипедная дорожка. Но у нас в городе, к сожалению, она только одна. Поэтому все-таки пешеходный переход для пешеходов, а велосипедисты должны слазить с велосипеда и переходить по пешеходному переходу своими ногами. Велосипед и автомобиль – разная весовая категория. При столкновении беды не миновать. До 14 лет юным водителям не место на проезжей части. Даже пересекая дорогу по зебре, велосипедист прежде всего пешеход. Одно дело – это запомнить, совсем другое – исполнить. Практическое занятие с ребятами полицейский педагог провел уже в реальных условиях дорожного движения. Водители к такому уроку безопасности отнеслись с пониманием. Они терпеливо ждали, пока велоотряд дружно преодолеет зебру. Одни дети делали это по правилам, некоторые шли в разрез. У тебя уже привычка. Ты уже выработала. Это как утром стать почистить зубы. Вот ты выработал эту привычку переезжать. Двойка с минусом тебе за это. Так делать нельзя. Не нарушать правила дорожного движения, а нарушать это плохо. То есть их посадят в тюрьму, а может и штрафуют. Нам нужно глядеть на таких специальных тропинках, где знак «разрешен», «велосипед» и «самокат». До 14 лет нельзя проезжать по пешеходному переходу. С 14 лет разрешено ездить только по проезжей части и только около татуара, точнее бордюра. И с 14 лет нельзя отклоняться более чем на один метр от бордюра для велосипедистов. Надо переходить дорогу, потому что, как нам сегодня рассказали, машина весит очень много тонн, что может задавить пешехода. Поэтому надо слезать с велосипеда, чтобы безопасно перейти дорогу. Чтобы воспитать культуру дорожного поведения, у каждого ребенка одного урока мало. Практические занятия под девизом «Твой ход – пешеход» будут проходить все летние каникулы. Светлана Келли, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Школьники на время забыли об уроках и оценках и наслаждаются долгожданными каникулами. Правда, не у всех из них получилось уехать на отдых за пределы города. Но и здесь есть чем заняться. Особенно тем, кто отдыхает в пришкольном летнем лагере. Свободного времени может и не найтись. Организаторы и вожатые приготовили для ребят насыщенную программу. О том, как отдыхают лабытнанские школьники, мы расскажем в следующем сюжете. Здесь каждый новый день. Интересный и шумный. Когда осадков не наблюдается, дети выходят на улицу, чтобы сполна окунуться в мир веселья. Восторженные лица и улыбки – вот показатель того, что в лагере нет места для скуки. Весело, интересно. Каждый день какие-то конкурсы, эстафеты. Мне нравятся очень сильно конкурсы в лагере и вообще все. Потому что здесь интересно. Здесь хорошие ребята. У нас в отряде очень дружный отряд. Некоторые ребята в лагере уже не в первый раз. Поэтому нисколько не сомневались, что быстро найдут здесь друзей. А кто-то, напротив, очень волновался, получится ли стать частью коллектива. Но эти волнения оказались напрасны. Я уже пятый раз в лагере. И для меня все время открываются новые ощущения, новые друзья и приятели. Я сначала боялась, я волновалась. Но я решилась, я думала, не подружу здесь. Но я подружилась. Научился за это время общаться и дружить. К каждому ребенку здесь особый подход. Вожатые стараются отдаваться по максимуму. Ни минуты не сидят на месте. И участвуют во всех игровых действиях вместе с ребятами. Признаются, к вечеру уже чувствуется сильная усталость. Но, впрочем, такая активность идет только на пользу. Проводить время вместе с ними играть в игры. Это и самому, конечно, получается. И спортом занимаешься. И детей развлекаешь. До конца второй смены осталось 10 дней. За это время ребята успеют еще больше раскрыть свои таланты и творческие способности. Эти воспоминания точно останутся надолго в их памяти. Что и на севере. Лето можно провести весело, насыщенно и по душевному тепло. Карина Щербакова, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». На сегодня это все новости. Далее только прогноз погоды. Я благодарю вас за внимание. И напоминаю, что все наши новости есть на сайте www.lbt.defis.tv.ru и в группах ЛТВ во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok